Пятого апреля на экраны выходит фильм Гоголь Ви. Это продолжение франшизы. Первая часть появилась в 2017 году. Она установила сразу несколько кассовых каких-то рекордов. Фильм посетило около двух миллионов зрителей. Как вы объясняете успех этой первой картины? Предсказывали ли вы такую успеху? Ну, во-первых, был очень хороший пиар вообще первой истории. Во-вторых, круто, что делали акцент на том, что это такое. До этого этого никто не делал, до этого никто сериал в кино не выпускал и что будет продолжение. Плюс люди видели материал, видели трейлеры и в общем понимали, что вряд ли их обманут. Наверное, из-за этого как-то так. Мне кажется, человек чувствует, когда если он видит какую-то лажу, он как-то вот это чувствует. Если видит, что это точно круто. Ну и что он не разочаруется. И ему может понравиться или не понравится, но по крайней мере его не обманут во то, что важно. Просто, как мне кажется, зритель в целом довольно скептически относится к российскому фильму. А тут еще и Гоголь. Ну, последние тенденции говорят о том, что зритель начал, ну не то, что верить, а в то, что, и верить тоже, а в то, что каждое новое, выходящее в России кино, оно событие. Ну, собственно говоря, в движение вверх, под три миллиарда сборов. Гоголь, который устанавливает рекорд первого дня, через какое-то время я худею, перебивает рекорд Гоголя первого дня. Лед собирает полтора миллиарда. Салют-7 собирает, потому что хорошее кино. А время первых не собирает, потому что, мне кажется, не совсем удачный фильм. А Салют-7 собирает. И хотя там время первых ходит раньше, чем Салют-7, но в Салют-7 есть душа, чего нет во времени первых, например. Хотя там прекраснейшие, гениальные артисты, как Миронов и Хабенский, вроде как, ну точно должен собрать. А вот Аннец. Так что, получается, изменилось? То есть, стал лучше пиар или стали лучше снимать? Стали лучше снимать историю, в первую очередь. И стали относиться к этому серьезнее. И к сценарию, и к продакшену, и деньги все на экране, а не в карманах продюсеров. Поэтому вот я за это, правда, горд, что я на маленькую частичку могу к этому иметь какое-то отношение, что мнение зрителей по поводу российского кино, оно меняется, и оно будет меняться в дальнейшем. Потому что, например, те фильмы, которые будут со мной выходить, с моим участием в последующем, они, возможно, будут... Ну, я не боюсь предсказывать, но это точно не обман. И я как-то и себе сказал, что вот я сам себя обманывать не собираюсь и сниматься в том, что заведомо, возможно, будет обманом не хочу. И поэтому... Человека всегда приличает история. А если эта история круто снята, и, собственно, у нас большое количество профессионалов, которые классно умеют работать, и в кадре артистов, и операторов очень много, ну, не очень много, но есть прям топовые, которые на мировом уровне могут снимать кино. И режиссеры есть, и молодые люди, которые приходят в кино, не потому что, блин, привыкли, или не потому что больше пойти некуда работать, а потому что им это нравится, они фанатеют от этого. Ну, и плюс поколение немножко меняется, и вот очень много молодых людей, которые хотят действительно что-то делать стоящее, хотят что-то менять, наверное. Ну, если возвращаться к Гоголю, это, вроде, если мне не изменяет память, первая такая история, попытка сериал показать сначала в кинотеатре, а потом будет уже премьер на телевидении. Да, потом будет премьер на телевидении. Когда я смотрел первую часть, у меня было ощущение, что у меня надкушенный бутерброд вырвали из руки. Ну, да, но... Это тоже не совсем честно. Я не очень согласен, потому что, во-первых, как сказать, это первый путь, то есть никто не знает, как эта дорога устроена, и в какой поворот завернуть, чтобы прийти к нужному результату, к нужной цели, вот, с одной стороны. А с другой стороны, это здорово, потому что человека оборвали на... То есть ему показали законченное, казалось бы, произведение, но до сих пор непонятно, чем история закончится, непонятно, кто всадник, непонятно, кто зло, непонятно, как это все обернется и куда это все выйдет, вот. И человек какое-то время с этим ощущением будет жить, думать, разговаривать с кем-то или, там, подумает в какой-то момент. Потом выходит следующая история. И вот эта история уже прошла, и ты не сразу смотришь следующую серию, а через какое-то время. В этом есть своя специфика, как мне кажется. Ну, собственно, я думаю, показатели Ви все расставят на свои места, поэтому, ну, сейчас что говорить. Вот 5 апреля стартует, посмотрим, сколько соберет, посмотрим, какие будут отзывы у зрителей. Я дико, правда, и волнуюсь, и переживаю, и все волнуются, и переживают, потому что никто не знает, а как это будет. Ну, точно не знает. И вот тогда и узнаем, а правильно это или неправильно, нужно так делать или не нужно. Если соберет Гоголь Ви и соберет третья часть Гоголя, тогда таких историй будет много. Это даст большую возможность, потому что это непаханное поле. Ты можешь снимать за один пул три части и делать это как сериал, и выпускать это в кино. Если это крутое качество, что позволяют и профессионалы, и техника, и деньги. И ты можешь выпускать это и собирать достаточно много, что даст рост всей индустрии в целом. Вы говорите об еще одном сериале, который выйдет 16 апреля, продолжение «Полицейского срублевки», третий сезон. В конце года будет еще и полнометражный фильм, насколько я знаю, и вы приступаете к четвертому сезону. Да. Вы не боитесь застрять в образе Гриши Измайлова? Нет, потому что много других. Ну, я имею в виду, что вот просто у меня, я как-то так не знаю, кто нам с Катей Корниловой с агентом это подсказал, но у нас всегда был план в пятилетку, даже когда ничего не было, когда не было съемок, не было результатов, но был план в пятилетку. Нужна, и мы притягивали вселенную за уши, чтобы она дала эту возможность, нужна полная, нужна главная роль в полуметражном фильме, например, в большом, который будет идти на всех экранах страны. И ты загадываешь желания такие, ты думаешь, как это, хорошая роль. Вот, и потом вот если за пять лет этот результат происходит, ты начинаешь понимать, что ты можешь идти дальше. И также есть план в дальнейшем. Есть роль Гриши Измайлова, окей, будет третий сезон сейчас, и он классный, будет четвертый, он будет еще лучше. Полный метр, ну, должен прям вбить и поставить окончательную такую, ну, не точку, но прям вот много восклицательных знаков в этом году. Но потом будут другие истории, потом будет, там, не знаю, совершенно другой образ Т-34, и хрену знает сколько зрителей посмотрит фильм Т-34 Леша Сидорова. Потом будет, там, не знаю, Стрельцов, совершенно другая штука. Будет не менее яркий образ в фильме Жора Крыжовникова «Звоните Ди Каприо», который как раз очень нетипичен для Андрея Николаевича, собственно, в простонародье и под псевдонимом Жора Крыжовникова. Потому что будешь ждать такую, ну, не знаю, не то, что трагикомедию, а там смешно, да, но это совершенно неожиданная вещь от него. Мы общались несколько выпусков назад с Романом Поповым. А я, кстати, его посмотрел, мне прислали ссылки, и я как-то, блин, думаю, ну, идут съемки сейчас в Риге, будут вот интервью перед, ну, собственно, вот поэтическим вечером экспериментом, текстовые такие, и думаю, ну, вот как-то видеоинтервью, ну, что-то меня вот в этом, я посмотрел, и вот сегодня как раз, и думаю, да, круто, надо сходить обязательно поговорить. Ну, так вот, он сказал, что на улице, когда его узнают, 6 из 10 окликает его Мухич. Я думаю, что у Сергея Бурунова, в принципе, тоже есть эта проблема сейчас. Ну, вот вы с этим не сталкиваетесь? Не знаю, после Гоголя, после полицейской срублевки? Ну, вот как раз, когда есть Гоголь, и когда есть с чем разбавлять, то нет. Но многие люди, несмотря на то, что у тебя там в запуске много продолжений разных сериалов, спрашивают, когда будет продолжение? И ты говоришь, какое, а не оторопев, в смысле? Ну, это классно, это здорово. Что в этом плохого? Тем более, когда ты знаешь, что у тебя много другого всего на разного, и ты хочешь, чтобы оно было разным. Ну, если такая история зашла в народ сильно, ну, а что в этом плохого? Ну, наоборот, это здорово. Вы помните, как вас первый раз узнали на улице? Попросили сфотографироваться или что-то? Я помню, когда я был прям совсем помельче, еще в школе учился, и мы с папой ездили по делам в Москву, и каждый раз... А, и что-то мы жили в Переславле, и, собственно, родители, и сестра, и племянница, и бабушка там живут. Я часто приезжаю в Переславль, и мы поехали обратно из Москвы в Переславль, и папе нужно было что-то там на авторынке, что ли, что-то закупить, или что-то такое. Мне было, блин, ну, лет, наверное, одиннадцать, может, и меньше даже. И мы, значит, заходим в какую-то этого... Папа там что-то покупает, там, в Подмосковье авторынке, ему что-то нужно было купить, или техническое, о котором не помню. И, значит, продавец такой говорит, слушай, я тебя где-то видел. Я говорю, да нет, ну, ты фильмы снимаешь? Ну, тогда я даже не помышлял ни о карьере артиста, и о том, что когда-либо поступлю в ГИТИС, и вообще как-то... Возможно, он видел будущее. Я не знаю, но это было так... Я всегда вспоминаю эту историю, потому что она удивительная. Он говорит, да точно видел? И у него, ну, такой еще колоритный, я не знаю, ну, мне показалось, что вот сейчас кажется, ну, такой колоритный кавказец-армянин, который такой добродушный, хороший мужчина, который... Да нет, ну ты... А он еще горячий, ты меня обманываешь? Ну, не надо, ну, пап, ну, ты скажи, ну, точно где-то видел сына, ну, точно увидел, ну, вот кино какое-то вот было. Ну, ну, перестань, ну, не, ну, обманули меня. И вот это все было. И папа такой говорит, да нет, правда, ну, не можешь такого, скорее всего, ошиблись. И вот с такой усердностью... Я почему-то запомнил эту историю, намотал себе на ус этого прекрасного доброго армянина, который почему-то мне доказывал... Я вот сейчас рассказываю, блин, у меня реально мурашки дают. Рассказывал, что, ну, он где-то меня видел именно в кино, и он не назвал фильма. Ну, а я вот так сейчас думаю, бля, отматывая назад, а какие тогда вообще фильмы могли выходить? Ну, и, в общем, короче говоря, неважно, но такая штука вот была. А когда первый раз узнали или там взяли автограф, вообще не помню. Сегодня вас часто называют одним из самых популярных российских актеров, одним из самых востребованных и одним из главных актеров поколения. Как вы себя чувствуете, ну, зная, что про вас пишут такое, в принципе? На Кинопоиске я сегодня смотрел за 2017 год, вы были единственным российским актером в топ-50 по запросам за прошлый год. Ну, на вас давит это хоть как-то, или... Дело в том, что я прошел и учился в школе Ленина Ефимовича Хевца, и дай бог ему здоровья, спасибо ему за это. И там вот эту всю ерунду, которой ты говоришь, мне как-то, кажется, ее выбили. Это, ну, оно приятно. То есть, это не то, что, ребята, я за семью замками, я вообще про это ничего не говорю. Конечно, ну, классно, ну, приятно, здорово, когда есть такая штука. Но это не может не нравиться. Но другие приоритеты просто, другие вещи. Хочет развиваться, хочет сниматься в классном кино, хочет, чтобы кино в России тоже развивалось. И чтобы люди не говорили, а, ну, там какой-то российский фильм, вот там вот этот какой-то. А, российское кино знаете сами где. Да вот оно не там, оно, блин, много классных ребят, которые хотят его сделать лучше. И снимают хорошие фильмы, которые интересные. И мне бы хотелось в этом участвовать, как ни странно. Возможно, это такая добрая, хорошая степень патриотизма, почему нет. Но я вот про какие-то такие штуки не думаю. И времени нет про это думать. И как-то зачем, для чего. А кого бы вы назвали лучшим российским актером и актрисой сегодня, на ваш взгляд? Из неживущих? Да. Не знаю. Мне кажется, знаете, вот тут такой момент, что если говорить про вообще там ребят, артистов, то много классных, хороших, правда, суперпрофессиональных. Там, Даня Козловский, Петь Федоров, Саша Паль, Ивана Янковский, Саша Яценко. Прям такой вот пласт, могу кого-то забыть. И, в принципе, плюс-минус одна обойма, которая давно уже сформировалась, которая идет какое-то там количество времени. Кто-то из нее выходит, потом опять в нее заходит обратно. Поэтому тут такой очень сложный, на самом деле, вопрос в этом плане. Но и появляется очень много молодых ребят из института только что. И плюс ребята же, которые учатся в институте, они видят там, как работают другие, такие же молодые, которые там, не знаю, 4 года назад выпустились из института. И у них появляется какая-то такая возможность. Потому что, когда я учился, особо равняться-то было не на кого. То есть были какие-то ребята там, я помню, к нам приезжал Артур Смоленинов, который тогда приезжал на курс, что-то какой-то показ был. Но мне кажется, он этого даже и не помнит сейчас. Но тогда у него все смотрели после девятой роты на какое-то, как на божество. И все хотели таких же добиться результатов. Все, конечно, это видели, замечали, что вот артист приехал во двор Егитиса на своей машине, на личном автомобиле. Пришел в институт, что-то говорил там. Он же учился в Егитисе тоже. Вот. И, наверное, а кто еще вот в то время был таким из молодых, который прям, ну прям совсем, прям так потряс в свое время поколение, скажем так. Сейчас, мне кажется, таких людей больше. И вот когда студенты это видят, или люди, которые вот-вот вошли в профессию, они понимают, что у них много шансов. Но правда, сейчас в кино достаточно хорошо, хорошими темпами развивается очень много возможностей. Ну, как раз продолжая тему кино, вы упомянули фильм «Лед» с вашим участием. Кроме двух фильмов про Гоголя в этом году, в этом году выходят «Полицейские с Рублевки», «Т-34», «Звоните Ди Каприо», вы начинаете сниматься в «Стрельцове»? Ну, скоро, да, начну. И у меня, ну, банальный вопрос, когда вы успеваете все? Нет выходных. Иногда нет времени на сон. Но ты не устаешь почему-то. Ну, то есть у тебя есть, ну, как, там, 4-5 часов поспать, здорово. Ну, самое сложное в этом, наверное, ведь переключаться между ролями, нет? Ну, это как раз в институте это мучили, когда у тебя за показ может быть 7-8 отрывков, например, и они все дико разные. И у тебя есть 20 секунд, чтобы переодеться. Просто физически переодеться в другой костюм. И ты должен выйти совершенно с другим характером, с другой походкой, попытаться это сделать, скажем так. С другим текстом, которого может быть очень много. И он может быть даже стихотворным или каким-то сложным. С другой манерой говорить, с другим, ну, посылом каким-то. Такая тренировка там происходит. Еще из премьеры я совсем забыл. Вы снялись в новом клипе группы «Ленинград»? Нет. Нет? Нет. А что это было? Я не знаю, что из этого будет. Конечно, Сергей Шнуров в плане маркетинга и в плане всего просто действительно великий человек. И мне кажется, оно где-то в воздухе висит. И когда-нибудь это произойдет. Вот, но пока нет. Ну, я про эту фотографию. Да, да, да. Но это вопрос к Сергею Шнурову по поводу этой фотографии и подписи. Я не готов раскрывать тайн. Но никакого клипа не до этого делал. Ну, просто как сказать? Это классная вещь. Это хулиганство в чистом виде. Потому что сразу же, вот как только Сергей выложил эту историю, сразу же просто не прошло и десяти минут, как тебе начали там друзья звонить, кто-то там, не знаю, из прессы начали звонить и спрашивать, а как, а когда, а когда выйдет. Ну, я бы, конечно, хотел, я вообще за хулиганство и за такие вещи. Вот, но пока могу сказать совершенно точно, что съемок не было. И это хулиганство. Что круто. Я хотел еще затронуть тему футбола. С детства вы занимались футболом и, насколько я понимаю, довольно профессионально выиграли за сборную города. Ну, да, ну, несмотря на то, как это громко было сказано сейчас с тобой за сборную города, ну, наверное, да, играл. Ну, вы думали о какой-то профессиональной карьере? Я мечтал стать футболистом. Мечтал прям сильно. Меня ничего больше не интересовало. Прям с утра до ночи играл во дворе и грезил тем, что когда-нибудь выйду на огромную арену и буду играть за профессиональную команду, за «Спартак». И прям мечты, мечты, мечты. То есть «Спартак» ваша любимая команда? Для вас с детства. А сейчас вы следите за какими-то, за лига чемпионов? Да, безусловно, лига чемпионов. Чемпионов России меньше, потому что, ну, не хватает времени уже. Вот сейчас идет как раз лига чемпионов. Да, 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 да. А я вот выбираю вас. Спасибо. Я вам не буду спойлерить еще. Ну, там не играют российские клубы. Я очень сильно переживаю, когда российские клубы все-таки играют. Ну, фильм «Стрельцов» — это благодаря футбольной тематике или были другие причины, по которым вы согласились сыграть? Во-первых, «Судьба человека» крутая. Во-вторых, конечно, это икона, как мне кажется, вообще всего советского футбола. И очень крутой образ. Ну, вообще история, как образ. Сумасшедший. Хорошо, давайте тогда к главному. 9 апреля в Рижском клубе 69 состоится ваш творческий вечер, который получил название «Поэтический эксперимент». Расскажите поподробнее, что там будет. Ну, значит, история в том, что... Я то на «ты», перехожу, то на «вы». Скажите, как удобнее. Можем на «ты». Давай. Вот, мне так проще. И смотри, значит, там такая штука, что мы очень хотели привести заново родиться в Ригу, как спектакль. Но это нельзя сделать. По разным причинам. Во-первых, очень большая техническая, ну, составляющая. Это очень дорого. Во-вторых, дорого вести декорации. Их хватает. И группа только 12 человек. Поэтому плюс нужна какая-то большая площадка. Ну, то есть, это прям такая большая вещь. И, конечно, никто на этом не... Ну, никому это не выгодно. То есть, мы готовы даже приехать и... Там, не знаю, условно-бесплатно это сделать. Но дело не в этом. Дело в том, что все должно быть как-то правильно. Зачем делать то, что совсем в минусе. И если как появится когда-нибудь какой-нибудь спонсор, который... С помощью которого мы можем ездить в города, в разные, вот, то это было бы круто. Вот. Но вот пока это невозможно. Поэтому в очень многие города мы приехать просто физически не можем. И поэтому было принято решение мной, что вместе с группой, что давайте пробовать в разные другие города возить такие вот поэтические штуки. Мы их делали очень мало. Был один раз в Сочи. Один раз мы делали на дне города Москвы, на открытой площадке в центре города. И вообще формат прикольный. То есть это такая свободная атмосфера, общение, стихи, музыка группы Ocean Jet. И плюс в этот раз очень хочется почитать и сделать такой вот именно... Почему это эксперимент? Потому что я написал несколько рассказов, которые я хотел бы прочитать. Это проза. И совместно с группой Ocean Jet их реализовать. Их никто никогда нигде не слышал и не видел. И это возможно в какой-то момент, так как, собственно, это и есть эксперимент. И в главе сидит еще один проект, связанный такой театрально-экспериментальный. Опять как «Заново родиться». То, возможно, собственно, с Риги начнется путь вот этого самого проекта, который я долго не понимал, каким он должен быть. И в какой-то момент я думал, что, наверное, нужно отыграть «Заново родиться», закрыть его полностью. Не знаю, снять фильм «Заново родиться», выпустить его в прокат. Сыграть последний спектакль «Заново родиться» и приступить к следующему. Но сейчас я понимаю, что, наверное, дело не в этом, а в чем-то другом. В том, что вот нужно что-то попробовать. Вдруг родилась, ну, совершенно случайная такая же штука, как и написание стихотворения, что вдруг что-то пришел, какой-то рассказик небольшой написал. Написал рассказик. Перечитал его. Думаю, блин, ну, не знаю, походил несколько дней. Там писал Максу, солисту Ocean Jet. Макс говорит, я не понимаю, что с этим делать. Ну, в плане того, как это обратить вместе с музыкой еще сделать. Поэтому, ну, будет оригинальная музыка. Никаких... Ничего из интернета мы не копировали. И вот попробуем почитать вот такие... Макс говорит, слушай, ну, уснут все. Я говорю, нет. Я верю в это, что нет. Ну, такое же отношение изначально было и «Заново родиться», когда я написал, всем разослал, всем, всем ребятам. Но так как у нас такая большая дружба, большая творческая команда, что мне, в общем, никто особо комментариев никаких не написал. Все такие, а, ну, окей. Но никто не знает, и тогда никто не знал, какой должен быть окончательный результат. И узнали только на премьере, когда мы сыграли в Йоте, уже на 2000 человек, и сколько там было, не помню. Тогда уже все как-то поняли, ах, вот оно, как должно было быть. Поэтому, может быть, и здесь такая же штука. Для тебя, как для слушателя, что важнее, текст или музыка? Все в совокупности. Ну, музыка поддерживает, безусловно, создает атмосферу, создает правильное настроение, что нельзя сделать просто без музыки, как ни с такими, каким бы текстом великим не был. Например, там, в том же «Заново родиться» есть большая часть Маяковского, где звучит Маяковский. «Заново родиться» — это рассказ от первого лица, истории, не моей, а придуманной мною. В основном это, там, 70% импровизации всегда. Мы сыграли около 20 спектаклей. И каждый раз текст разный. Но все знают, вся группа знает такие, скажем так, как пароли, в определенные точки, когда начинается видеоряд, например, или когда начинается вот это. Все вот это знают. А вот путь, сколько он будет, он может идти полторы минуты, он может идти 15 минут. Вот такие могут быть расстояния от одного события, грубо говоря, до следующего, что мне очень нравится. Поэтому все всегда заряжены, потому что никто не знает, как пройдет спектакль. — Я когда слышу словосочетание музыка и поэзия, российская, да, у меня сразу в голову почему-то лезет дельфины, не знаю почему. — Да, это супер, это тоже здорово. Ну, возможно, он как такой первопроходец в этом во всем был. Но почему-то это как жанр. То есть, грубо говоря, если бы у меня была такая возможность петь, если бы был такой дар, то я бы пел. Но так как этого дара нет, а хочется, я понимаю, что петь я не буду, потому что нет слуха. И его, несмотря на то, что мне многие говорят, нет, можно наработать. Я попробовал это сделать в институте. Я ходил на занятия по вокалу. Возможно, пойду еще, потому что мне правда нравится. Но я понимаю, что вот Бог не дал изначально этого умения, скажем так, и возможности. Но, значит, наверное, дал что-то другое. И нужно реализовываться вот в чем-то, вот в этом. Потому что тебе, конечно, хочется вот этого прямого контакта со зрителем. Потому что спектакль, неважно, какой классический, современный, это все равно определенная дистанция. А вот этого момента, когда, ну вот этот момент детства, когда Алла Борисовна Пугачева выходит в зал, да, и вот рядом, это, ну, это сумасшедшая атмосфера. И вот это вот опять, знаешь, откуда-то из детства все это идет. И мне хотелось вот такой же энергии всегда. И это дает заново родиться, это дает поэтические эксперименты, и это будет, возможно, в дальнейшем вот таким способом. Надеемся, что все хорошо проведет. Слушай, я тоже очень надеюсь. И будем ждать тебя еще раз. Надеемся, что заново родиться тоже доедет до нас когда-нибудь. Если найдем спонсора, вот, собственно говоря, вдруг какой-то спонсор смотрит нас и готов, у кого есть какая-то большая компания, которая думает о том, что, ну, вот было бы классно, чтобы ребята съездили в те города, которые не могут съездить, и готов взять на себя все эти расходы. Милости просим, и мы вас очень ждем, потому что заново родиться для нас очень важный, очень близкий моему сердцу спектакль, драматическое шоу, которое мы назвали. И... Ну, это правда, это такая часть жизни совершенно невероятная. Вот. Если кому-то покажется, что он захочет принимать в этом участие, то найти нашу команду и меня очень просто. Ссылка в описании. Ссылка в описании, как найти для большого дядьки спонсора, который придет и скажет, Саня, все решит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok